Опять и снова школы, вернее, темпы капитального ремонта, которые сегодня заметно отстают от намеченного графика. Ситуацию чиновники называют не самой лучшей, что в районах, что в городах. Здания, где занимаются дети физически и морально устарели, надо проводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы, роста и развития. Хотел бы обратить внимание на обеспечение своевременным завершением работ и качества их выполнения. Мною курируется город Махачкала. Сегодня в данном муниципальном образовании остро стоит вопрос капитального ремонта общеобразовательных учреждений. Из предусмотренных на текущий год на капитальный ремонт 887,8 миллионов рублей на сегодняшний день на свое наличие 146, что составляет 16,4%. По словам главы Минобранауки Республики Ехьи Бучаева, готовность объектов составляет всего 50%. Учитывая, что до сентября осталось всего ничего, темпы работ необходимо ускорить. На всех рисковых объектах, предусматривающих большой объем работ, либо на объектах, где работы были начаты позднее, необходимо срочно увеличивать и количество работающих, продолжительность времени их работы. На 40 объектов проведения ремонтных работ, работы идут очень медленными темпами, готовность объектов составляет менее 40%, что вводит в зону высокого риска несовременного завершения работ по капитальному ремонту и угрозу срыва в свое время начала нового учебного года. Теперь за качеством выполненных работ в школах будет следить специальная правительственная комиссия, решение о создании которой было принято здесь же, на совещании. Премьер также дал указание усилить контроль на рабочих объектах. В заключении поговорили и о туризме, вернее о несчастном случае в Хунзахском районе, когда автомобиль с гостями региона опрокинулся в пропасть и погибла семья из четырех человек. Абдул Муслимов потребовал от глав районов вплотную заняться вопросами безопасности на туристических маршрутах. Мы на каждом заседании оперативного штаба будем показывать те негативные моменты, которые имеются в республике в плане организации туризма, в плане оказания им туристических услуг. Например, здесь показывали картины, которые имели место в Салтинском водопаде. После того, как все это было озвучено на Салтинском водопаде, буквально через 3-4 дня начали делать дорогу и так далее и тому подобное. Вы, пожалуйста, посещайте эти места, где бывают туристы. Посмотрите, пожалуйста, там какие есть стоянки. Лориана Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, Новости, телеканал ННТ.